Включаю опять запись. Так, видно? Нет. Не видно. А до этого-то видно было? Да. Ну вот, сейчас видно, да? Нет. Наверное, еще не подгрузилось. Сейчас видно? Нет. Ну вот, сейчас видно. Ну, в общем, на чем мы остановились, да? Мы получили ошибку, да, так называемое исключение. Вот этот вот C005, я уже куплю, это означает Access Violation, то есть нарушение доступа. Вот. Где-то что-то происходит, но я, честно... У меня, кстати, еще было такое, что такая ошибка вообще сама пропадала. Попробуем, наверное, еще раз это все под отладкой запустить. Может быть, оно и это. Так, короче, с этой штукой надо что-то сделать, потому что... Он каждый раз просит загрузить эту штуку, да? Может, как-то можно сделать так, чтобы он сам закачивал все, что ему надо. Так, чуть не видно. Попробуем, может, еще сделать. У меня тут настроено... Должна быть такая штука. Что-то странно. В общем, тут есть некоторые... Вот я, если честно, сам плохо сейчас понимаю, что происходит. Есть вот некоторые макросы, да, на C сделаны. Так, я пока дело остановлю. Вот этого кода, в принципе, его нету в традиционном понимании. Он разворачивается в тот момент, когда компилятор введет эту строчку. Вот, то есть он так вот сделан, он на самом деле в одну строчку записывается. Вот, но сам этот макрос используется внутри огромное количество других макросов. Это все делалось для того, чтобы вот в C-Sharp и прочих языках объектно-ориентированных есть такая штука, как абстрактные классы. То есть нечто базовое, шаблонное, да, которое присуще всем остальным экземплярам какого-то класса. Вот. Чтобы повторить нечто подобное, я вот использовал такой механизм. Потому что это... То есть я не использую возможности C++. Вот, то есть это все чисто C. Так. Что еще можно сделать? Вот, значит, отладка, да. Стоять отладка. А, и вот я хотел сделать так, чтобы он этот макрос развернул. То есть перед тем, как исходный код сделать. Но почему-то он меня игнорировал. Возможно, что-то я не так настроил. Ага, вот. Применить. Вот теперь должно работать. Так, отлично. Значит, он должен был создать файлик. Вот он, этот файлик. Это результат работы при процессоре. Вот, короче, весь тот код, который был там, да, вот так вот записан. Вот этот вот. Он при развертывании макроса превратился вот в это. Вот. В принципе, можно... Его... Кстати, вот отличная идея. Только что придумал. Можно это все дело просто вставить. И, по сути, это должно быть эквивалентно. Только что-то он это... Не хочет автоматически форматировать. Сейчас попробую вставлю. Уже что-то в общество. Так. Теперь точки с запятой. Так. То есть, вот таким вот образом. То есть, по сути, выглядит это как функция, да? Но на самом деле это вставляемый вот сюда код. Ну, я понимаю, там можно лишние скобки брать в фигурме. Где? А, вот эти? Угу. Ну, можно, но не нужно. Пусть будет. Они, скажем так, это допустимо. В том плане, что... Чего? А. Это этот настройок. В том плане, что в стандартном C переменную можно объявлять только вот сразу после скобок. То есть, список всех переменных должен быть здесь, вот или вот после этих скобок и так далее. Ну, вообще-то не так. Вот. Стандартном C можно. Ну, там разные версии стандартов есть. Последний можно. Ну, в общем, я пока так оставлю, потому что, по сути, это и есть вот эта вот функция. В общем, оно не критично. Эти блоки можно создавать сколько хочешь, и компилятор игнорирует в итоге. Так. Ого. Это как так получается? Подожди. Погоди. Погоди. . Продолжение следует... 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 Ну, допустим, попробуем просто выполнить. Ага. Так, в общем, все заработало, то есть тест, в общем-то, пройден, потому что остальное уже, я смотрел, работает в других тестах. Вот, видишь, он пометился зелененьким. Теперь я могу сделать вот так, например, да, все тесты сами выполнились, вот их время выполнения. Я могу смотреть название, да, и сколько оно выполняется, и удалось ли это сделать. Вот. Так, что у нас получилось? 14 минут. Ну, можно как раз тогда остановить и сделать для второй функции. Сейчас покажу, какой. Вот, для вот этой. То есть, это мы отладили. Ну, относительно, конечно, мы когда вот здесь вот будем проверять, надо будет посмотреть, как структура данных построилась. Но там скот был, в принципе, стабильный раньше, поэтому изменения значительные. Если он, в принципе, работает, значит, все хорошо. Вот, в общем, надо будет вот эту еще функцию проверить. Вот. На этом я идю пока остановлюсь.